Собери тут мертвых жучков, нарисуй умирающих птиц, вытря книгу ноги. Вот только часть заданий, которые должен выполнить обладатель, хозяин данного печатного издания. По замыслу художников и авторов подобных творений, книга должна помочь детям развить воображение, раскрепоститься, выплеснуть свои эмоции, ощутить удовольствие от разрушения. Психологи подобные дневники прозвали блокнотом разрушительного творчества. От безобидных заданий «закрась страницу зеленым» автор предлагает перейти к далеко не безобидному творчеству, при этом периодически напоминая «всегда носи блокнот с собой, следуй всем указаниям». И вот это «всегда носи с собой, следуй всем инструкциям», оно прямо там, допустим, 5-6 страниц и снова 5-6 страниц и снова. Это вот знаете, как в сектах такое забирование происходит, когда одно и то же много раз, вот оно накручивается, накручивается, и ребенка приучают как бы не критично исполнять любые инструкции, которые он получает, то есть не придавая это какому-то критическому осмыслению, не думая, надо мне это, не надо делать это полезно или вредно, и он начинает делать, делать, делать. Блокноты-квесты изначально разрабатывали на Западе для менеджеров, вынужденных целые дни проводить в офисах. Всю накопившуюся негативную энергию им предлагали сбрасывать через творческие задания в книге. Со временем дневники стали переделывать на молодежный сленг и рекламировать больше, как подростковую литературу. Неокрепшая детская психология, вот эти все разрушительные действия, которые разрешены и даже в какую-то схему выстроены, у них формируется такой стереотип поведения, они начинают разрушать не только то, как тут написано, вырви страничку или приклей сюда мертвую букашку. Они начинают очень много агрессии и разрушения вокруг себя производить, и уже на живые объекты ее проецировать, иногда и на самих себя тоже. Подобные издания очень популярны у подростков и далеко не из малообеспеченных семей. Стоимость книги начинается от 400 рублей. Если вы обнаружили такой блокнот у своего ребенка или он обмолвился о необычном увлечении, поговорите с ним. Обсудите, как он относится к заданиям, которые там описаны. Если ребенок просит покупать такую книжку себе или кому-то из товарищей, вот лучше поговорить на берегу. А для чего? А что ты хочешь получить? И как это можно получить другим способом? Ну то есть, если ребенок говорит, меня все бесит, и я хочу вот с помощью этого, да, как-то свою агрессию снять, вот, его нужно научить другим способом, а как это можно делать, чтобы у него не один способ был, а много. Один из действенных способов выплеснуть ту же агрессию – отдать ребенка в спорт или разрешить ему покричать и даже побить в подушку. Но самое главное – научиться самому и научить ребенка улаживать любую конфликтную ситуацию или, как минимум, рассказывать о ней, если она возникает.